Чудесного дня! С вами Юлия Воронина. У нас сейчас полным ходом идёт обучение на нашем курсе «Денежный поток». И на одном из наших занятий мы обсуждали тему страхов. Мы говорили о том, что очень часто именно страхи мешают нам достигать наших целей и исполнять желания. Кроме того, очень часто наши страхи реализуются и они исполняются. Почему так происходит? Страх сам по себе обладает очень сильным зарядом, очень сильной вибрацией, очень сильной энергией. Когда мы с вами чего-то боимся, мы волей-неолей в нашей голове рисуем эту картинку. Мы рисуем картинку того, чего мы боимся, и мы её визуализируем. То есть происходит визуализация, и учитывая, что страх сам по себе очень силён, мы вкладываем всю эту энергию, все эти вибрации в эти картинки, в нашу визуализацию. И вероятность того, что наш страх исполнится, она очень и очень велика. То есть, например, вы часто сталкивались с тем, что студент выучил все билеты, кроме одного приходит на экзамен, и именно этот билет он и вытягивает. Потом он говорит, что я неудачник, мне не повезло. Но на самом деле проблема была в том, что он очень боялся вытянуть именно этот билет. Он визуализировал, представлял, что будет, если он его вытянет. И на фоне других билетов именно этот обладал очень сильным зарядом. И понятно, что именно этот билет он и попался. Поэтому наши страхи обязательно нужно контролировать. То есть я не говорю слово «бороться». Бороться со страхами действительно довольно сложно. И в целом страхи – это не такие уже и плохие эмоции, и иногда они нам нужны. Это тоже другая тема. Мы должны научиться страх контролировать. Поэтому если вы вдруг начинаете чего-то бояться, и чувствуете, что вы в голове начинаете рисовать эту негативную картинку, то представьте себе, что у вас в руке есть большой пластик, и вы берете и негативную картинку стираете. То есть она берется и полностью уничтожается, полностью стирается. Второй способ. Можно просто взять и на этой негативной картинке поставить большой красный крест. То есть просто ее перечеркнуть. И после этого обязательно нужно представить себе противоположную картинку. То есть ее нужно чем-то заменить. Если вы боитесь, что вы придете на экзамен и вытянете тот билет, который вы не знаете, значит вам обязательно нужно представить то, что вы вытягиваете билет, вы его знаете, вы довольно счастливы, идете, готовитесь и получаете хорошую оценку. То есть мы обязательно должны страх заменить на противоположную какую-то картинку. Если мы это не сделаем, в нашем сознании останется свободное место, и это тоже будет неблагоприятно. То есть мы не просто должны страх уничтожить и стереть, мы должны его заменить другими позитивными эмоциями. То есть вот такая очень простая, очень легкая техника, и почаще ее применяйте. А я вам желаю счастья, хорошего настроения и до новых встреч. Пока!